Итак, вторая часть лекции. Описание процессов распространения автоволны, а значит возбуждения. Тау-модель распространения возбуждения. Но, по сути дела, мы пользуемся моделью формальных активных сред Венера и Розенблюта. Математика Венера и физиолога Розенблюта. Которые назвали эту модель Тау-модель. Вот Венер, вот Розенблют. В общем-то, друзья. Кстати, если раньше трудно было найти студента, кто не знал такой Норберт Венер, то сейчас вряд ли найдешь студента, кто знает, что Норберт Венер, написав книгу Кибернетика, стал отцом кибернетики, по сути дела отцом IT-технологий, которым мы ими сейчас пользуемся. Вот этот Венер, Норберт Венер. О его кибернетике мы будем говорить несколько позже. Но, все-таки, еще раз, мы в большей степени опираемся на изложение Антонова в его старом учебнике биофизика. Вот его модель, опять, Нина Розенблюта, которая называемая Тау-моделью. Ну, в нашем изложении. В Тау-модели постулируется, что каждый элемент активной среды может находиться в одном из трех состояний. В базовых состояний. Тау. Возбуждение. Вот, Тау. И вот мы долго думали, мы разные варианты были в прошлом веке, пытались, но у нас когда-то на кафедре, которая была расположена где-то там на Украине, мы нарисовали Х, обозначили. Вы поймете, почему Х. Р минус Т. Это рефрактерный хвост. Вот, рефрактерный хвост. То есть, может перейти в это состояние рефрактерного хвоста. Но мы обозначили ноликом. И покой. То есть, если мы просим студентов приносить, в принципе, всегда на занятия листочки или тетради в клеточку, да, и вот у нас есть уже, скажем, быстрее, отбери какие-то несколько клеточек. Это у нас есть модель активной среды. Посмотрим позже. Элемент в состоянии Тау. Возбуждение. Не может быть возбужден соседним элементом. Может возбудить соседний элемент, находящийся в состоянии покоя. Ну, давайте так. Сразу же попытаюсь. Тау. Ну, активная среда – это сухая трава или лес. Ну, давайте с травой. Это мне приходилось видеть, как горят степи на Украине. Так вот, огонь. Да, то есть, поджигай, не поджигай, он уже горит. То есть, по закону все или ничего. Значит, но вот это пламя может быть передано какому участку? Там, где есть сухая трава и где еще есть энергия, которая может выделяться при горении. Но не будет передаваться вот это состояние в участку травы, на котором, участку, на котором трава уже сгорела. То есть, это рефракторный хвост будет. Ну, это рефракторный хвост будет. Элемент состояния Эрмина с Тау. Рефракторный хвост называется. Не может быть возбужден соседним элементом. Никаким. Ни состояние покоя, ни состояние Тау. Возбуждение. Не может возбудить соседний элемент, находящийся в состоянии покоя. Элемент состояния покоя, то есть, пустая клеточка, да, может быть возбужден соседним элементом при условии, что трансмембранный потенциал соседнего элемента выше значения порога раздражения рассматриваемого элемента. Ну, сам он не может возбудить соседний элемент. Ну, вот так вот, не может, слишком формально. Вот давайте то, что нарисовал Антоном, якобы, Венов. Хотя у него, я читал его работы, но такого не заметил особенно. Вот это мы нарисовали потенциал действия. И, скажем, вот эта спайковая часть, вот эта соответствует состоянию Тау. Ну, и вот так вот обозначали, например, клеточка. А вот ниже порога, R минус Тау, значит, другим каким-то способом, мы, честно говоря, немножко находимся в затруднении. Это может быть так. Но. Вот так, давайте. Может, я. А. Надежную поменял мышку. Ну, лекция не причесана. Ну, дело в том, что, если мы, помните, разбирали с вами, скажем, возбудимость при возбуждении, даже пикообразных и особенно платообразных потенциалов. Здесь мы взяли пикообразный потенциал аксона, или нервного волокна, или пусть это мышечного волокна. Но это характерно для мышечного волокна. Это что? Средовая деполяризация. Так вот, вот здесь, в этот период, когда опускается уровень трансмембранного потенциала ниже порогового значения, это может период экзальтации. То есть, не рефракторный хвост может быть, а что? Период повышенной возбудимости. Хотя, можно сказать, что, может быть, иногда неправда, здесь должны быть натриевые каналы. Но это, скажем, другая история. Мы вышли из этого положения очень просто. Скажем, на таком пикообразном потенциале. Да, спайк это спайк, а в нервном волокне сразу нет следового, скажем, деполяризации, или следового деполяризационного потенциала. Да, а сразу переходит вот этот спайк куда? Состояние гиперполяризации. Средового, следовой гиперполяризации. И называют иногда положительным следовым потенциалом. Так вот, и это четко будет соответствовать чему? Рефракторному периоду. То есть, вот смотрите, ТАО, это рефракторность уже, да? То есть, невозбудимость при возбуждении, при состоянии возбуждения. А рефракторный хвост, это состояние рефракторности без возбуждения. Все, сгорел. Клетка не возбуждена, да? Поэтому это рефракторный хвост. Так. Ну вот. Итак, здесь опять повторяется на этом слайде, да? То есть, пустые клеточки по состоянию покоя. Нуликами мы обозначим клеточки в наших будущих моделях. Что они будут находиться в состоянии рефракторного хвоста и в состоянии возбуждения. Ну, обычно студенты и это уже начинают рисовать сами. Какие три типа перехода возможны? Из одного фазового состояния в другое. Ну, понятно. В состоянии возбуждения элемент, клетка может перейти только в состояние рефракторного хвоста. Не может она сразу вернуться в состояние покоя. Ну, сгорев трава, вот горит трава, не может она после нее оставаться, скажем так, не сгоревшая трава. Ну, в нашей модели, в таком случае. Сухая трава. Она может перейти в состояние рефракторного хвоста. Но потом в состоянии рефракторного хвоста, значит, все-таки трава быстренько вырастет. Очень быстро. В нашей модели, да. Потом высохнет и готова опять перейти в состояние куда? Значит, в возбуждение, Тау. Но не может, если она не горела, перейти в состояние покоя. Надеюсь, это понятно. Вот. И вот как побежит волна. Кстати, по Виннеру, что такое длина волны? Это рефракторность, умноженная на скорость волны. Но не это главное. Вот сейчас это для нас. Главное, вот это куда побежит волна? Волна побежит только в эту сторону. То есть вот это возбуждение будет передано вот этому элементу, загорится трава, да. А после этого элемента будет вот такой опять рефракторный хвост. Ну, сейчас мы поиграем в крестике нолики. Вот поэтому студенты имеют опыт, большой опыт, наверное, игры. Ну, в всяком случае, я когда-то играл в особый крестике нолика, да, на... Где у меня было не сколько, не 9 элементов, а побольше. Вот так мы слушали лекцию. Ну, вот, будем говорить, что это плоские возбуждения активно сведения, разная рефракторность. Чем больше рефракторность, ну, тем дольше будет находиться волна, элемент состояния рефракторности. Ну, давайте так поиграем. Распространение плоской воды возбуждения. Я взял, скажем, такое длинное нервное волокно, допустим, да, нервное волокно, может быть, мышечное волокно. Ну, такой длинный, скажем так, возбудимый элемент, да, и нанес стимул в какой-то момент времени. Значит, после этого может возникнуть следующий момент времени через одну условную единицу, пусть будет эта миллисекунда, да, возникнет в этом элементе возбуждения. Пробоить одну миллисекунду. Я вместо условных единиц буду говорить миллисекунды, чтобы это было понятно. Хотя время может быть совершенно разное в разных опытах, да, а это у нас какой опыт? Ну, я бы назвал так, перимитивный инсилико, да, вместо компьютера у нас лист бумаги, да, ручка, да, и играем в крестки-нолики, проводим эксперимент. Компьютерное моделирование. Ну, и состояние R-мино-стал должен будет находиться одну миллисекунду. Тогда в этот момент загорелась клетка. Не соседняя, а вот эта клетка. В следующий момент времени мы увидим такую картину. Почему? Волна возбуждения по нашему правилу, который, по нашей модели, передалась на соседний участок. Ну, скажем, огонь передался вот на этот участок, который может быть возбужден. Как в одну сторону, так и во вторую. А, побыв одну условную единицу, да, одну миллисекунду, что на этом участке? Будет выжженная трава, да, поэтому это будет рефрактерный хвост. К следующему моменту, что произойдет? Эта волна будет передана этому элементу, эта волна этому элементу. Ну, вот она бы передалась и загорелась. А сами не перейдут в состояние рефрактерности. А что перейдет с этим элементом? Ну, он, трава быстро вырастет и высохнет, и он перейдет в состояние покоя. И, в принципе, готов возбудиться, но некому передать. То есть, не может это возбуждение передано через рефрактерный хвост. И поэтому он останется даже, видите, совсем в покое. Так. Следующий момент времени. Значит, что? Вот эта волна перейдет в состояние, вот этот элемент перейдет в состояние рефрактерного хвоста. Тут назад волна не пойдет, да. И, а это возбуждение будет передано следующему, следующему, следующему. И вот, в конце концов, чем мы будем заканчивать в наших моделях? Когда все элементы перейдут в состояние покоя. Или есть второй вариант. То есть, не возникнет какой-то цикл возбуждения. Вот. Вот прошла одна волна. То есть, двухстороннее проведение раз. Дальше смотрите. От краев не отталкивается. Значит, это активная волна. Ну, например, если в бассейне, знаете, волна идет, отталкивается от бортов, и потом возвращается опять на пловца или на другого пловца, и плавать сложно. Поэтому, если вы заметили, вот, скажем так, хороших пловцов ставят посрединке, но по времени, чтобы ничего, волны не мешали. Там есть еще одна причина, чтобы видел соперников сильных, да, чтобы конкурентов видел своих. А слабенький, которого не ждут результата, около стенки бассейна не плывут по дорожке, и там волны мешают им, отраженные волны, но от него особо ничего не ждут. Здесь в активных следах не, скажем, не отражается волна от препятствий. В пассивных отражается. Дальше. Ну, вот давайте, в этот момент времени, какой-то пятый момент времени, я нанес опять стимул, и пошла следующая волна. Ну, я думаю, вы легко это можете промоделировать на своих, в общем-то, модельках, да, на крестке в клеточку, скажем, поиграть в крестике нулики. Если непонятно, вы пишите, что все эти моменты я не понимаю. Ну, бывает такое. Ну, все. Задачки будут потом. Следующий будет вопрос. Анигиляция волна возбуждения.